На одной волне с городом. Радио. Молтком. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был без господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Всем доброго утра еще раз. Начинается программа «Добро пожаловаться». На ваши вопросы, жалобы, просьбы о консультации отвечают наши уважаемые эксперты. Это председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир. Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. И Айвар Гонтарев, эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и Рига Снаму Парвалднякс. Доброе утро. Здравствуйте, господин Гонтарев. Доброе утро. Да. Ну и я напоминаю, средства связи, возможности связаться с нами, позвонив в прямой эфир 67212-93-9, 67213-93-9. И также написать можно нам в WhatsApp'е 2306191, 2306191. Ну и, наверное, начнем, давайте начнем все-таки с плохих новостей. Я пока готовился к эфиру, просто полистал вот по самой последней новости, заголовки просто этих новостей. Вот Рига Силтон сэкономить, нужно будет на тепле меры по энергоэффективности принимать. Общество пенсионеров уже заявляет, ну, что делать, значит, будем должниками. Осенью цены на отопление вас удивят, еще один такой кричащий заголовок. И еще, значит, глава Минблага, вот господин Эглитес говорит, всем помочь не сможем, копите. Ну и тут же сразу новость, что господин Эглитес накопил вот за год 60 тысяч евро, получил зарплату. Ну, не у всех есть такие возможности, понятно, и есть такая печальная статистика, что порядка, по-моему, 6% семей вот в текущем году столкнулись с тем, что не могли вовремя заплатить за коммунальные услуги. И говорят, что это может цифра вырасти до 20, а может быть, даже и более процентов. Вот как вы могли бы, я не знаю, прокомментировать этот поток негативных новостей, потому что все как-то уже нагнетают и говорят, что следующий отопительный сезон приведет к очень тяжелым ситуациям, большим счетам. И люди просто, ну, в шоке, потому что многие уже сейчас испытывают трудности с платежами, говорят, еще вырастет, все вырастет, еще процентов на 50. Ну, вырастет. Скорее всего, что да. Я могу сказать, это все-таки вторичные заявления. Первичное заявление, это я не буду, сейчас не помню точно должность лица от Министерства экономики, который радостно сообщил, что с Кайпинского терминала газ по самым дорогим ценам у нас уже зафрахтован. Но это вопрос цены, и все. А газ у нас будет. То есть, я думаю, так, я бы не хотел не надбитать, это все политические вопросы. Мы вряд ли можем их комментировать с хозяйственной точки зрения, потому что будут закупать газ у России, не будут, никто не знает. По каким ценам будет закачиваться газ в Венчакаловское газохранилище, тоже никто не знает. По каким продаваться, тоже никто не знает. Или, может быть, знают, но об этом не говорят. Потому что, на самом деле, можно купить по 300 евро газ, тысячу кубов, условно говоря, закачать в Венчакаловское газохранилище, дождаться на споте цен в 2,5 тысячи и продать как спотовый газ. Все возможно. Поэтому, я могу сказать так, надо готовиться к тому, что будет очень сложно. Во-первых, электроэнергия, все молчат, а она будет опять дорожать. Если газ еще пойдет, значит, она будет дорожать. Потом все те соцподдержки, пускай небольшая, но которая была и по электроэнергии, и по газу, она же заканчивается в мае. То есть, там все вот эти вот ОИК и прочее, то, что было снято с платежей, сейчас опять вернется. Будет сложно. Но вот Рига Ситум советует экономить на тепле. Вообще, каким образом, то есть, это вот понижение средней температуры, каким образом могут жители, ну, например, договориться, я не знаю, с кем, куда обращаться, Дома управления, что хорошо, мы согласны, чтобы у нас было похолоднее, вот, ну, скажем, в отопительный сезон, но просто, чтобы не были такие большие счета. Ну, я думаю, что, во-первых, должна быть согласованность властей. Допустим, я могу привести такой пример. Есть такая болезнь, возможно, есть, возможно, страшилка, как регионер. Из-за этого есть нормативный документ, который обязывает Дома управления держать температуру горячей воды круглосуточно на предельно высоком уровне. Я посчитал, по-моему, кооперативы, это примерно 100 тысяч в старых ценах, это добавка, вот это увеличение температуры и переход с графика, когда у тебя понижение повышения существует, ну, экономичный график подачи горячей воды комфортный. Это у меня получалось в старых ценах примерно 100 тысяч рублей на 27 долларов. Никто же этот норматив убирать не собирается. И будет, насколько массово эта болезнь была, насколько она опасна была, я не знаю. Я знаю, что была, ну, есть европейская программа по борьбе с регионелой, в угоду этой программы мы, значит, это снизим. Хотя есть второй способ борьбы, известно, где она размножается, это бактерии. Для того, чтобы не заболеть ею, нужно просто слить, если ты не пользовался сутки краном, слить в течение двух минут воду из крана. И не будет у тебя никакой легенды. Ну, вот это первый вопрос. Второй вопрос. За счет снижения, так давайте отключим. Понимаете, ну, давайте отключим тепло, и будет нам газ ненужный. Нормально будет. Немцы же предлагают не мыться. Пишут уже всерьез, что на третий месяц запах пропадает. Если почитать немецкие газеты. Трудно комментировать. У Тайвера, он сидит, у него, наверное, есть более серьезные мысли, чем я тут условия. Нет, ну, все это, все это самое, что мы проговаривали уже в прошлой передаче. О том, что вот радиослужители нам звонили, говорили, не нагнетайте, ребята. Ребята, да, мы закончили тем, что, ну, дай бог, мы не правы с Сергеем, да, с нашими мнениями. Но я думаю, что мы будем больше правы, как не правы. К сожалению. Да, и то, что мы вот тоже проговаривали просто радиопередачи, что вот в этот момент будет много стресса. Будет много стресса с покупщикам, будет много стресса владельцам квартиры, пользователям квартиры и домоправам. Сколько это финансовое давление, оно будет во все стороны. Мы призывали быть взаимопониманием относиться к этому и не перекручивать гайки дробь-дробь-дробь. И единственный выход, то, что мы уже оговаривали, и Сергей досконально рассказывал, просто радиопередача, это вот наведение порядок теплосистых систем с технической точки зрения. И это действительно может дать 10, 15, 20% экономии, если правильно привести систему в порядок, ее налаживать, чтобы тепло распределилось в доме равномерно и в таком объеме, как действительно нужно. И не перетапливалось один угол, а другой угол не мерз. И это единственный реальный вариант, который до начала купительного сезона владельцы квартир вместе со своими домоправами могут еще раз пересмотреть, ребята, в полном состоянии. Типлосил вся система, да, и что мы можем улучшить, чтобы потерь была по возможности меньше, чтобы система работала по возможности лучше. Сколько вся экономика в этом, она легко рассчитывается. Мы там вложим тысячу, две, три приведения в порядок нашей системы, да, это может оказаться там разница экономии за два-три месяца в этом сезоне, который будет, поскольку тариф будет большой, из этого вот те ресурсы, которые сейчас будут сложены, они должны купаться довольно быстро. Это, в принципе, был фактор реновации в всех городах, она шла быстрее, исторически, где тариф был большой. Например, наши первые дома мы реновировали там в миллион, более как в миллион, это брата в Лепо, да, потому что тариф был большой. Там ты смотришь, насколько ты можешь экономить, реновируя эти системы и дом, да, и насколько у тебя большие вложения. И на то время получилось даже так, что в рамках реномации мы после первого года сравнили счет за тепло, насколько мы сэкономили, и сколько заплатили кредит за этот год. Там даже с плюсом выход, да, но это редкий случай, но вот еще раз, все обозначает, насколько большой тариф, и насколько большие вложения нужны, чтобы снизить поцепление, если все равно равномерно или правильно. У меня вот вопрос все-таки может быть вот по поводу этих всех цифр. То, что 6% семей вот в этом сезоне отопительном столкнулись с тем, что не могли заплатить за коммунальные услуги вовремя. Там же в статье было, что, по-моему, в 2011 году, вот во время кризиса, действительно разгара, доходило до, по-моему, 20% семей, там, в самый критический момент. Вот что, какой вот действительно такой критический процент, когда действительно домоуправление говорят ребятам, ну, мы не можем, вот если вы не платите, ну, просто у нас, мы тоже не безразмерный кошелек, мы не можем вас спонсировать, это вот уже никуда не годится. Ну, это зависит от политики, если можно себе сейчас чуть-чуть. Это зависит от политики, потому что как раз в то время, вот в тех предыдущих кризисах, я считаю вот так, чтобы вот домоуправление рассчитывал план таким образом, что и финансово, чтобы домоуправление нельзя было потопить. И тогда доходило вот такой специально разработанной, планированной программе, это было вот 15 смело, то есть, ну, корабль продолжал выплыть, да, но это, еще раз, это нужно изначально подходить к этим цифрам, думать финансиально и юридически, да, чтобы все потоки, все договора были заключены так, чтобы у вас был ресурс, как и домоуправление, да, у вас была четкая программа по взыску, ресурс накопленных денег, ресурс в виде банковской линии, открытой, да, я в то время помню, наверное, в рамках 300-500 тысяч, да, доходило, чтобы у тебя, как у домоуправления, у тебя был бы ресурс перекрывать счета поставщиков и давать время владельцам квартиры, по графику их оплачивать, да, ну, плюс еще сейчас нужно брать во внимание, старых будет больше, будет еще сложнее, и здесь нужна третья часть, это счета поставщиков, чтобы можно было также и на какой-то график ставить и платить в таком объеме, как домоуправление получает от жителей, сколько и платителей, чтобы поставщики услуг, это критические моменты, когда они настанут, в этот отопительный сезон, чтобы они не начали дергать за речевизию, там, угрожать, отключать, а с взаимопониманием спрашивали бы, наблюдали, если вот это действительно совпадает с тем денежным потоком, который вот получается от жителей, оно перенаправляется, но тогда там не пить с пулаками по столу и не требовать стопроцентной оплаты, или мы отключим дом. Это путь никуда, да, так нельзя. Из этого вот отвечаю на ваш вопрос, если правильно построены денежные потоки и отношения с посетчиками и владельцами квартир, тогда домоуправ, вот на моем примере, может так, ну не легко, но спокойно, скажем так, плыть при 15% по задолженности, да, но нужно брать во внимание, что это пиковое, это непостоянно, да, потому что потом она постепенно, постепенно взыскивается, да, и перекрывается, да, она непостоянно, она не может быть минус 15% никогда, такое невозможно. Это пиковое время, да, это может быть там 6-7 месяцев, да, причем это 15%. Ясно. Я бы сказал бы так, что вот если мы говорим о этой ситуации, то, наверное, надо, уже очевидно, что будет кризис, уже очевидно, высока, я бы сказал так, высока вероятность кризиса, и нужно было бы говорить, то, что Гритайвер создает 15%, я немного не соглашусь, потому что за счет чего 15%? За счет прибыли предприятия? Нереально. Можно перекрыть только за счет того, что жители создадут такой резерв. Это первое. Второе. У меня очень большой вопрос, если предвидятся массовые неплатежи, а каков приоритет расчета вообще платить? Что впереди? Расчеты с поставщиками или закон о труде? Начнем с того, что Домоуправление, допустим, имеет в основном то, что оно тратит деньги на себя, на его функционирование, это заработная плата. Там никаких особых, не ремонтных, ничего там этого нет. Там чистая заработная плата. Хорошо. Если я получаю, не получил 10 евро с кого-то, как мне распределять? Мне зарплату тоже не платить пропорционально? Налоги тоже не платить? Потому что получается так, что при витете у Домоуправления как? Ты начинаешь с того, что ты обязан выплатить заработную плату, обязан оплатить все налоги МДС, ты обязан оплатить налоги по заработной плате. Это твоя обязанность. И там нет никакого приоритета. Ты не можешь сделать отсрочку платежа. Ты не можешь сказать своему длоднику или своему сантехнику, что ты знаешь, вас сегодня не заплатили. Когда заплатят, я тебе еще треть твоей зарплаты доплачу. То есть здесь должна быть какая-то модель поведения для того, чтобы просто-напросто, если так идти, то через 2-3 месяца неплатежей Домоуправления просто станет. Сергей прав. Будет сложнее. Я не брал, да, я не брал во внимание тоже ТИФАК. В то время, в 2011 году, у нас сумма обслуживания не облагалась КВНом. Из-за этого вот не было этой ситуации, про которую говорит уже сейчас Сергей. Действительно, государство создало такую ситуацию и по закону КВН сейчас все суммы обслуживания облагаются КВНом. И несмотря на то, сколько тебе не заплатили клиенты, ты по отчету каждый месяц регулярно в определенный момент должен заплатиться, несмотря на то, по выпусственным счетам. Не по тому, сколько денег тебе поставил, а именно по выпусственным счетам. И это вот как раз таки то, что может делать государство, да, там, перейти на какой-то принцип кассы, так называемой, сколько денег поступило, сколько ПВН получили. А не заплатите нам ПВН, а с тех сумм, из которых вы еще не получили деньги. Это нонсенс, ну, абсурд. Ну, вот, если бы это касалось какой-то другой сферы, это да, это коммунальная сфера. Здесь это касается каждого, знаете, в Латвии. Вот, и это то, что вот я могу призывать и государство, сейчас, и Финнин, и Министерство экономики, подавайте, потому что это действительно путь никуда, если вы еще будете требовать сейчас с коммунальщиков ПВН за те услуги, за которых жители и за тарифы, и за того, какая ситуация будет, не смогут рассчитаться. А вот, ребята, давайте согреться, этот вопрос у нас верующий точно был отлично. Да. У нас, между тем, есть звонок. 6, 7, 212, 93, 9. Да, здравствуйте. А что будет с поставщиками из-за долгов населения? Как им-то выживать тоже? И еще одно. Если уменьшим температуру в квартирах, то это увеличится количество больных. Это еще одна нагрузка на медицину. Тут, в общем, палка о двух концах получается, и все взаимосвязано. Спасибо. Спасибо. Я могу сказать только относительно возможного снижения температуры в квартирах. Мы не имеем права снижать температуру ниже 18 градусов. И это касается, скорее всего, при том состоянии системы отопления, которая массово присутствует в наших домах, это касается двух-трех квартир. То есть у нас будет такая же ситуация. Мы будем держать на нормативе 18 градусов 2-3 квартиры, остальные будут перетонны. Будут получать 20-25, 22 градуса, потому что ты иначе никак не можешь. В принципе, я хочу сказать, что у нас как-то не думают на то, что будет завтра, так и я бы хотел сказать, что вот меня поразило то, что сейчас опубликовали и с таким удивлением, что отказались очень многие строители делать реновации. и жители отказались. Но это же результат целенаправленной политики, это результат целенаправленной деятельности господ и залтовых. Я участвовал и там, и там, когда был в ЛИА, в Латвийском агентстве по инвестициям, программа давалась, и тогда было так. Вот когда было ЛИА, тогда процесс осуществался так. Собрались сегодня собрания на доме и решили, что мы будем делать. Через полгода я получал уже финансирование. Таков был период прохождения документов, включая проектирование. Что сегодня два года до принятия решения, причем я могу вам сказать совершенно авторитетно, никаких особых изменений ни в проекте, ни в условиях финансирования, ничего не поменялось. Просто-напросто посадили мальчика, который на каждом этапе говорит, что нет, мне хотелось бы так. Если когда была ЛИА, были опубликованы четкие документы, вот если ты следуешь эти руководящие линии, буквально как написано, ты гарантированно получишь деньги. Сейчас все это убрать. Сейчас там творится произвол, там каждый работник выбирает ту модель по ней. Поэтому и получается, что когда я в Алтун подал еще на самом заре заявку с готовым проектом, прошло ровно два с половиной года, пока я получил положительные вещи. И надеяться, что в Латвии будет сейчас реинновация какая-то с участием государства, у меня очень слабо. не будет, не будет мне совпало так, чтобы я буквально полчаса обратно общался с одним из руководителей проектов программы Малтун, в одной организации и вот этот пессимизм, который говорит, это никому не надо, мы там бьемся, как руководители проектов, как мухи по стеклу, глушь, глушь вообще, что-то мудро или какое-то решение вынесли. Я говорю, слушай, почему Алта мне сделал запятую тогда, когда принималось буквально, по-моему, месяц или полтора обратно изменение в условиях МК по госпроектам по строительству, что, ну, раз уж ковид, раз уж такая ситуация, раз уж цены взлетели наверх, там им разрешение удорожения, я могу сейчас перепутать, но по-моему до 50%, но какой-то цифра была ненормальная, большая, просто нужно было обоснование для тех проектов, которые там уже где-то находятся в такой стадии, и просто можно было продолжать, да, чмол там не поставил запятую в этих же условиях кабинет-министров или не продублировал, или не инвестировал, чтобы вот то, что у них все есть, то, что вот сейчас где-то в каком-то процессе, чтобы все это прошло хоть, да, но нет, сейчас все получают отказ, сейчас очередной дом получил отказ, так как не могут собрать уже решения жителей, потому что опять цены почти подскочили на 15-20% на этом проекте, и все решения заново нужно перенимать, да, хотя с финансальной точки зрения это можно все распределить по графику, по другим ставкам, по другим условиям, но чтобы не менять опять заново инициатив крупп, и жители, получается, прошли полностью весь крупп, полностью все голосования, включая банковские и все остальные, это все решения, они все приняты, но они не могут идти никаким образом вперед, потому что вот с методом данного строительства сейчас плюс 15, плюс 20 по отношению к процессу два года обратно, когда все это начиналось, да, ну, и так каждый раз, ну, жители уже говорят, слушайте, нам надоело, мы уже не верим, да, что, что государство это нужно, что нас, нас поддержат и так далее, ну, потому что это настолько мучительно стало, что, ну, уже поздно, уже поздно, все. Процесс два года идет, второе, то, что планируется следующего года, есть информация, вы, ребята, сделаете, а мы потом оценим, правильно ли вы сделали, и тогда посмотрим, давать вам деньги или нет, а как идти на собрание? Ни один управляющий не является Господом Богом, чтобы сказать, что я вам гарантирую результат. когда был ОЛИА, было четко, вот проект должен отвечать такому-то условию, решения должны быть по такому-то образу приняты, там, договор с банком такой, то все четко расписано, просто вставлял свои данные в эти документы, все шло быстро. Здесь, в данном случае, но я говорю, что я первый проект свой начинал делать, я его сделал, мы приняли в мае решение, а в сентябре сдали до. Вообще темпы были очень хорошие. ОЛИА, чем-то другим занят, но у них нету фотосинга на все. Я тут, наверное, вместе в 6-7 обратно, как-то по одному вопросу нужно было обратиться к одному из шенов правления. Три раза письма писал, ни одного ответа. Я фактически сразу достиг гостсекретаря, который министерство отвечает за ОЛИА. Там не моментально а отметили, да, но вот шенов правления ОЛИА вообще даже не считает именно по его сфере ответственности, по его вопросам, даже не считает необходимо отвечать на вопрос, что это. Ну и при том, я еще скажу, о чем вы говорите. В программе, которая была, 26 миллионов было финансировано на администрирование. То есть это финансирование ОЛИА. Интересно, если здесь столько проектов завалилось, эти ребята получили все свои деньги, которые им были заложены, думаю, что да, и жили неплохо. И докладывают о больших победах, что они, наверное, повысили эффективность проекта. Хотя я четко могу сказать, там нечего повышать. Типовое вещение, можно мультиплицировать одно вещение на все дома. Это то, что мы говорили уже в передачах. Это все просто, это все уже в мире есть, там просто нужно захотеть. Поэтому, Олег, если мы говорим, сейчас должно было бы, вообще-то в государстве должно было бы объяснить, а как мы себя должны вести в той ситуации, в которой политики ради высоких политических целей наставят. Как должно вестись о домоуправлении по отношению к населению? Как вообще домоуправление может правильно распределить финансы, чтобы его потом не обвинили в том, что оно там чего-то там не так сделало? Вот я еще раз повторю, по зарплате. У меня в смете, вот допустим, мы собираем деньги, у меня только 5-8% от всей сметы, которая идет на обслуживание, это содержание конторы, там связи, ну вот такие вещи, техники и так далее. Все остальное это зарплата. Это социальные налоги, это подоходные налоги, это взносы работника, это зарплата. Это я, и как и ПВН, это святые вещи, которые я должен заплатить день в день, иначе я приступлю. Еще и поднимут сейчас, Сергей же, минималку. Сейчас еще поднимем минималку. Мы позаботились о народе. У меня такой вопрос, если они поднимают сейчас минималку практически на 20%, то цена нашей услуги должна, именно обслуживания, должна возрасти на 20%. Еще один вопрос. У нас и ПВН будет. Ну и ПВН, а значит ПВН тоже, значит, на эту сумму возрастет. То есть здесь делается все, чтобы загнать, по-моему, вот этот сектор. Не хочется жаловаться, я просто говорю, что переживали мы ситуации плохие, и 96-й, я помню очень хороший 96-й 2000-й год, когда домоуправление запустили вопросы оплаты поставщикам, потом их приводили в чувство поставщики. Но на самом деле здесь совершенно четко, ну, высока вероятность такой тяжелой ситуации. Для этого государства, если же оно добивается такой ситуации и дело создает эту ситуацию ради политических целей, ну, должно было бы какой-то модель поведения. Я, наверное, увидел единственное решение, Сергея, то, что вот и поставщики это государство должно определить на этом сезоне, и вообще, в принципе, это было бы правильно, что я вижу, единственный вариант это принцип кассы, то есть, что поставщики получают столько, сколько заплатили жители. Это раз. И второе, ПВН платится тоже столько, столько, сколько получено от жителей. Если государство свои коммунальные компании, потому что в основном это государственные компании по поставке коммунальных услуг, если они будут продолжать стерроризировать каждые госжители о том, что вот заплатите отключим газ или тепло или воду или не будем выводить мусор. Мусор уже в частной руке почти есть в стране, но все равно есть варианты, как это все регулировать. Тогда вот это антикризисное решение, я считаю, вот единственное. То есть, платить столько, поскольку. Поскольку все равно дом управления должна быть заботиться тех сотрудников, которые у них есть и беря во внимание недоплаты со стороны жителей должны быть каким-то образом перекрываться своими своими с вами, чтобы просто закрыть издержки за рабочую силу, заплатить всем своим работникам и плюс заплатить за них налоги. То есть, вот эта часть дом управления как-то дом управления наверное себя во время кризиса может взять. А все остальное ребят, государство это ваш. Будьте добры тогда. Еще раз по тому, сколько мы получили, столько мы платим ПВН и по посылкам, по светам, по воде, по теплу, по электрическому, вот сколько мы получили, вот столько мы пересчитали. И давайте не отвечать ни кого, ни санкции, не считать. Вот то, что можно сделать. Вот тут пришел комментарий от слушателя, потому что никто не хочет рисковать своими деньгами из этой неадекватной премудрости само государство и должно заниматься ремонтом и содержанием домов. Вот делает вывод как бы из всего этого слушатель. Ну я могу вам сказать помните, Олег, не раз эти аргументы звучали. Кто-то должен до цены повысить, да, повысили сейчас цены и повысят еще. И если те, кто своевременно распорядил со своим имуществом поставку, сделал реновацию, будут платить в будущем полтора евро, максимум два с квадратного метра, то вы будете платить 4-5. И дальше считайте, что вам кто-то должен. Никто никому не должен. На самом деле меня поражает, у меня тоже в кооперативе есть дома, которые мне предлагали, давайте модернизируем систему отопления, это стоит 50 тысяч на ваш дом. Нет, давайте сделаем за 60 тысяч ремонт лестничных метров. И вот сейчас они будут без модернизированной системы отопления с очень высокими платежами по возврату стоимости ремонта. А насчет вот этой кризисной ситуации я бы сказал так, а я не знаю, как Уайвер видит возможность оплатить работу работников за счет домоуправления, не очень понимаю, поскольку мы все доходы должны делить рационально поступление, если строго тупо по закону. Я считаю так, что должно быть принято обещание, что должно быть выплачено зарплата ПВМ, ну а все остальное всем остальным. если уж такие требования идут, зарплата и налоги, потому что у меня, допустим, я не знаю, как перекрыть, за счет чего, кто-то мне должен заплатить, вот это какое-то мифическое прибыль в домоуправлении я не вижу, просто этой дырки откуда можно взять деньги. у нас тут накопилось много вопросов, вот нам присылают постоянно на WhatsApp, времени просто уже очень мало, вопрос очень конкретный, ситуация, знакомый на карту Пелю Эла, жалуется на дворника, который появляется раз в месяц, регулярно он пишет жалобы в Ригас нам нам на что получает ответ, что все в порядке, дворник приходит и убирает. Тогда решили отказаться от дворника, так как платить 40 евро с квартиры в месяц много, в доме 8 квартир, собрали подписи, чтобы отказаться, обратились в Ригу на Ригас нам чтобы узнать, как изменится платеж после отказа, но там сообщили, что не могут сказать, что платеж уменьшится и вообще никто не может дать точный ответ. Ну, вот такая вот ситуация жалоба. Ребята, 8 квартир, тогда нужно понимать, какие услуги вам реально нужны, какого рода там есть в вашем доме отопление и еще что-то, потому что, ну, 8 квартир это легко, 5 квартир собрались, решили, и у вас есть форум, договориться между собой, кто будет по какому графику, ну, убирать лестничную клетку и двор, и кому-то может быть жителей доплачивать из-за этого, там есть варианты, это маленький дом, при маленьких домах всегда большие, там, вам не нужна большая компания, чтобы услышать ваш дом, ваш дом вы можете, честно, вот сам собраться и обслужить его, там, ничего премудрого нет, все консультации вы можете получить, в том числе от нас, это не проблема, что вы там учащитесь, что вы там пишете письма, ну, личная оператор времени, вы пока пишете письма, которые идут месяц, там, следующие 40 евро с каждой квартиры за оборку, пока ждете ответ, следующие 40 евро с каждой квартиры, ну, давайте, то есть перейти, можно собраться, перейти в другое дом управления? Нет, нет, там нет смысла переходить в другой дом управления, потому что маленький дом, ну, поймите, там работы мало, а издержки так и так все равно есть, самим просто нужно собираться и решать, что делать, что в отличие, наверное, двухэтажный какой-то домик небольшой, там. У меня есть подозрение, что 40 евро в месяц они платят за оборку. Ну да, я так понял. Если 40 евро в месяц, то чего, но средняя ставка у горщика на руки 3,50 это минимум, ну, посчитайте, вычлените из этих 40 евро налоги, что за какие деньги, чего вы ждете? Тут вопрос совершенно справедливый, самим легче ждать. Еще тут пришел вопрос, сейчас я с ними разберусь, тут мои друзья живут в многоэтажном жилом доме, отопление у них газовое, стоит котел на весь дом. Сейчас тариф около 30 евро закуп, прислали уведомление, что тариф повышается в 6 раз, тут большое количество восклицательных знаков, в феврале у них счет за отопление был 60 евро, теперь по новому тарифу умножается на 6, итого 360 евро. А будут ли выселять тех, кто не сможет платить по новому коммунальному, ведь таких будет пол риги. Если энергетический кризис будет, как долго он продлится, какой может быть выход из него? вопрос, я бы сказал, несправедливый, потому что если будет кто-то не платить, значит, не будет платить дом, значит, он останется без отопления, безотносительно того, будут выселять или нет. Сам по себе процесс выселения ничего не даст. Если это будет массовый неплатеж, то он ничего не даст. Когда у тебя есть единичные неплатежи, тогда воздолжниками дает свой эффект, ты просто замещаешь не плательщика на плательщика. А если массово не будут способны люди платить, то, значит, юридическая борьба будет, а вот такой ее будет положительный эффект на деньги непонятно. Это раз. Второе, то, что цены растут, да, у очень многих резко, потому что по весне заканчивались возможности получать газ по фиксированным ценам очень дешевым. Поставщики в какой-то момент обязаны были поставлять еще, несмотря на рынок, где по дешевым ценам. Сейчас это пересматривается, и такие скачки у меня было, допустим, у нас с аэровом был один объект, где зимой шеи почти 6 евро с квадратного метра надо было платить, за 20 квадратных метров 120 евро, только за отопление. Здесь у радиослушателей скорее всего такая ситуация, она была распространена на рынке, когда там два года, два с половиной года обратно можно было заключить, ну и сейчас это возможно, только смысла нету. Договор на фиксированную цену на определенное время, скорее всего цена 30, она уже давно неправда, и скорее всего это было прописано в договоре, который они заключали, или дом управления заключали два года например обратно, и она как раз закончилась, и цена ушла по рыночной, которая сейчас есть, потому что, чтобы понимали, фиксированный тариф, поставщик готов его фиксировать, тогда, когда он благосрочно понимает цен, он ставит какую-то свою наценку, чтобы погасить какого-то рода риски, и эта цена, она чуть-чуть дороже, как цена на рынке, скажем так, а сейчас на рынке огромная, и сейчас ее фиксировать нет смысла, все просто ожидают страхом каждый счет, насколько он будет, но никто сейчас не фиксирует цены, и сейчас, в принципе, наверное, скорее всего, подходят к концу все те исторически заключенные договора, где была фиксированная цена, и сейчас повышение тарифов будет касаться почти всех, вот таким, вот именно вот таким образом, как описывает радиослушатель, была 30, сейчас 180, 6 раз. У нас буквально вот совсем не осталось времени, но вот я приму звонок, но, наверное, не успеем на него ответить. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос, скорее всего, ксидорка. У меня возникла такая ситуация по отоплению. В декабре-январе месяце обслуживающие компании были проведены замеры по температуре в жилом помещении. Они делали измерения и указали в акте только максимальную температуру, которая была в помещении. При этом не учитывали, что наружная стена значительно холоднее смежной стены. Представитель управляющей компании рекомендовал мне сделать термографию независимую, что мною и было сделано. Сертифицированным специалистом была установлена температура не превышающая 18 градусов. На данный момент я никак не могу добиться перерасчета, так как температура у меня 17 градусов в зале и 16-14 градусов ванной туалета. управляющая компания кидает на правление ВАЛДы, что решение о перерасчете принимает только она, а управляющая компания никакой технической поддержки, как выяснилось, со слов члена правления управляющей компании, они не оказывают. Могу ли я добиться перерасчета в своей квартире за два месяца, когда температура у меня не превышала 18 градусов? Спасибо большое за вопрос. У нас время закончилось, я понимаю, что надо будет обстоятельно ответить. Я думаю, что мы начнем с этого ответа следующую нашу программу. Я обязательно попрошу, чтобы подумали, подготовились наши уважаемые эксперты, продумали ответ. Пожалуйста, мы с этого ответа начнем следующую программу. Спасибо, что вы позвонили. Спасибо нашим экспертам. Я напомню, что на вопросы наших слушателей отвечали председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко и эксперт по организации частных и муниципальных домоуправлений Айвар Гонтарев. Спасибо всем и до следующего понедельника.